МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репетирует награждение победителей оперная прима «Любовь Казарновская». Гран-при конкурса удостоена сопрано из Турции «Илдырым Горкем Эсги». Конкурс имени Петра Славцова проходит под патронатом губернатора Красноярского края. Для Красноярска насыщенная культурная повестка – это новые возможности экономического, социального развития и роста. Это необходимо людям. Поэтому такие конкурсы, такие форумы, такие фестивали, они добавляют настроение, они прибавляют мастерства, они дают новые творческие проекты, новый творческий рост. 30 рамочек было, 30 призов, рассказывает мне художник. Только надо их по порядку награждения разложить сейчас. Ну, без сомнения, играет очень важную роль окраска голоса. И я думаю, что жюри в первую очередь смотрит на то, насколько мы ясно и хорошо звучим в зале. Потом они оценивают нас с оркестром, и без сомнения, это очень важно для оперного певца, чтобы он хорошо наполнял зал, звучал с оркестром убедительно. Все слушаем про увертюру. Обсуждают столпившиеся за кулисами молодые таланты. В рамках фестиваля проходит лаборатория молодых режиссеров нано-опера. Давайте солиста вытащим на сцену, раздается хор голосов. Вы же замучаете его, отзывается куратор. Хотя попробуйте. Я даю звонок уже, слышу я за спиной. Нет, надо красную. Ты что, это же классика, слышу я в реквизиторском цехе. Извините, а кого девушка будет петь, уточняю я? Она никого не поет, она не певица, она режиссер. Мы приехали сюда на конкурс к вокалистам. У нас режиссерский конкурс, рассказывает мне Елизавета Мороз. А вы что ставили? Я лично делала отрывок из Аиды. Кто пел? Дарья Рябинко и Анна Киселева, солистки Красноярского оперного. Приз получили? Нет, приз я не получила, объясняет молодой режиссер. Я получила только удовольствие от работы с артистами. Вот же написано, читает зрительница старую афишу. Видишь, к столетию со дня рождения Петра Ивановича Славцова. Это был 1986 год. В этом конкурсе соединилось все. Вокал, голос, музыка, сценическое решение, актерское мастерство. Их и оценивали. Трудные были деньки, скажу вам абсолютно честно, говорит со сцены Любовь Казарновская. Два дня шли конкурсные прослушивания. И из 49 конкурсантов в третьем туре остались только 13 исполнителей. Они теперь на сцене. Я считаю, что это великолепный конкурс. Говорит собравшимся итальянская оперная прима Пьоренцо Кассотто. Я не устою повторять всем нашим замечательным лауреатам и дипломантам. Удачи! Бона фортуна! В Красноярском музейном центре работает выставка «Фронтир. Граница». Ее привез к нам Гетто-институт. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть работы современных художников и поговорить с кураторами о том, чем является граница сегодня в нашем сознании. «Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы в формате дискуссии обсудить выставку, которая называется «Граница» и которую привез в Красноярск Гетто-институт. Она посвящена исследованию феномена границы как такового в различных точках, плоскостях и проявлениях», сообщает ведущий круглого стола Стас Шарифулин. «Это является и экспонатом, и ящиком, в котором транспортируются работы», рассказывает куратор выставки Тиба де Ройтер. «Здесь представлены 23 участника из 12 стран бывшего Советского Союза». «Это что, обои?» Уточняю я у куратора. «Это образное изображение границы между Европой и Азией. Работа художницы из Казахстана. Она придумала принты для обоев. На них самый известный поэт Казахстана и самый известный поэт России. А современный художник всегда должен быть ироничным, уточняю я. «Конечно, ирония для художника – это способ решать серьезные политические вопросы», уверенно отвечает куратор. «Здесь бесчисленное множество пиал, выпускаемых в Советском Союзе. А это каталог, так и называется, каталог пиал СССР, автор проекта Катя Исаева». Это передвижная выставка. Она будет экспонироваться в течение двух лет. И хотя наша выставка называется «Граница», мы, естественно, говорим нисколько о том, чтобы мы хотим прочертить какую-то границу, а мы задаем вопрос себе, где кончается Европа? Что такое Азия? Я теперь хочу вас спросить, мы сейчас находимся в Азии? Нет, конечно. Это центр. Красноярск – это центр мира. Красноярск, конечно, находится в центре мира. А это такие шелковые хиджабы. Для разного цвета волос. Вот вы видите, отрезается, и женщина может одеть на голову. А по краям написано «все границы внутри нас». Дело в том, что мы занимаемся искусством. А искусство – это такая вещь, которая очень часто задает вопросы, которая занимается каким-то исследованиями, объясняет Тиба де Ройтер. Я хочу, чтобы зритель думал, чтобы зритель составлял свое собственное мнение и чтобы немножко повеселился. Это фотографии одной из границ. Это такое местечко, где соленая вода смешивается с пресной водой. И эти два вида воды, встречаясь, дополняют друг друга. Это и определяет местную флору и фауну. Объединение и дополнение друг друга. Насыщение вновь созданного раствора. И есть метафора современной границы. Это все документация о гастарбайтерах из Средней Азии, которые работают в Санкт-Петербурге. Художник сделал такое исследование и напечатал его в виде газеты. То есть здесь о том, что границы наши проходят не через территории, а через людей, уточняю я. Да. И о том, как это все взаимодействует, объясняет куратор выставки. Конечно, граница есть. Но непонятно теперь, где она. Где-то между Россией и Азией. Но где точно? Уже никто точно не ответит. Или, судя по этой выставке, вариантов ответа множество. Мы в Красноярском театре «Кукол». И здесь сейчас идет репетиция нового спектакля. Он называется «Мелкий бес». Урок закончен, а ты, Пыльников, останься. Проходят сцену актеры. Меры надо принять. Да меня же бить будут. Как хотите, только я должен сказать директору. Еще неизвестно, за что вас с девчонкой дразнят. А где главный герой, уточняю я? Вот здесь бегал. А из кукол? А, из кукол он заряжен уже. На сцене? Под сценой, уточняет мой собеседник. Декорации сложные. Художник спектакля Татьяна Нарсисян сделала еще и потрясающих в своей выразительности персонажей. Вот это фрагменты декорации спектакля. Вот эта помойка символизирует душу главного героя. А где рогатки? Не видели? Там на лестнице лежат. Сегодня первый прогон. Рассказывает мне режиссер спектакля Александр Инушкевич. В принципе, все закончено. Сейчас главное дело, чтобы у артистов склеился текст, анимация, смысл пространства. Ну, это история от обратного, скорее. Она такая, как бы зритель смотрит и понимает, что так жить нельзя. А действенны такие истории, уточняю я у режиссера. Как для кого? Потому что кто-то приходит в театр за рецептом. Как жить? Мы не Господь Боги, да, и рассказать, как это делать, не можем. Но можем сказать, как нельзя. Это такой ад в человеческий на земле, спрашиваю я. Как бы адом я бы не назвал, но чистилищем точно. Над сценой летают вороны. Выход главного героя просто великолепен. Здесь все, и характер, и судьба. Роман Федора Сологуба «Мелкий бес» – один из важных текстов о зле, поселившемся в человеке. О том, как зло разрушает все, к чему прикасается этот человек. И это особенно страшно, потому что главный герой пьесы – Ордальон Борисович Передонов – школьный учитель. Но в пьесе еще и о том, как это зло разрушает самого человека, наполненного им до краев. И всмотревшись повнимательнее в героев драмы, понимаешь, никому из персонажей не удалось избежать этой адской рассады в своих душах и телах. Каждый становится удобрением для зла. Что ты, Ордальон Борисович, пахнет чем-нибудь? Скотина! Ты же прямо в морду попал! Постановка бескомпромиссная, мощная. С каждым таким спектаклем Красноярский театр кукол превращается в большой театр кукол. А большие куклы – это практически люди. Философ Мераб Мамардашвили говорил, «Мы живы в той мере, в какой оживляем других». И новый спектакль Красноярского кукольного и об этом тоже. Мы в артгалерее Романовых. И здесь готовится экспозиция художницы из Красноярска и Нью-Йорка Елены Лихацкой. Все, работы Натальи Шалиной упаковали. Объясняют мне друзья художницы и сотрудники галереи. Выставка была яркая, сочная. Сплошные птицы по небу. Очень красиво. Сейчас будем готовить экспозицию Елены Лихацкой. Здесь два мира – Америка и Россия, объясняет мне куратор Оксана Утьева. Кораблики, кораблики. Такая корабельная тема, не случайно у художницы. Ведь корабли связывают континенты. Здесь выставка, потом в Зеленогорске, рассказывает о своих ближайших экспозиционных планах Елена Лихацкая. 2 июня в галерее изящных искусств. И еще хотели взять в проект год живописи. Активное лето. Вот эта девочка с Украины, это с Армении, это Красноярка единственная. Они живут все в Нью-Йорке? Да, по 20 лет уже. И вся выставка про Нью-Йорк и Красноярск? Да, это два мира. Я вижу, как стираются границы. Разницы нет и в цветовой гамме, наблюдаю я. Стилистика одинаковая, естественно, соглашается художница. Это Центр Парк. Там озеро такое прекрасное. Вот это Гудзон. Там люди бегают, занимаются спортом, рынок. Только названия американские. А разницы никакой. Они живут же, как все люди, как и мы. Потому что мы пытаемся увидеть что-то специфическое. А когда ты поживешь с ними, они говорят о тех же вещах, о тех же проблемах. Все то же самое. Ну, язык другой. А что, архитектура немножко другая. Ну, и в чем должен поменяться мой личный-то язык? Я же как видела, так и вижу. Раз мы Суриковский музей в руках держим. Есть разница восприятия искусства в Нью-Йорке и Красноярске? Там же в основном любят контемпорарий арт, да, современное искусство. И фигуративного мало. А это традиционное искусство для Нью-Йорка. Традиционное, но самобытное. Нормально все, как бы понятно, да. Не надо голову ломать. Как часто у вас выставки в Нью-Йорке? Все сложно. Это все денег стоит. В любую галерею попасть нужно заплатить. Или найти спонсора, который все это будет поддерживать. Здесь, на Красноярск, 250 художников работающих. А там, на 14-миллионный Нью-Йорк, миллион художников. Нью-Йорк, очень жарко, плюс 30, читаю я надпись на картине. Там жара страшно летом, поэтому я здесь, отвечает художница. Мне вообще не нравится разделение, говорит Елена Лихацкая. Это неестественно. Искусство, как мы видим, не знает границ. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и в музейных залах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова